произвел хорошее впечатление он произвел хорошее впечатление потому что он он задавал правильные вопросы он слушал он готовился к встрече понимал о чем идет речь он узнаете как это со говоря современным языком он был хорошим ведущим модератором дискуссии да то есть он абсолютно четко и старался беспристрастно дать высказаться обеим сторонам и попытаться аргументировать свои решения да вот те решения которые он как сказать принимал поэтому вот ну и вы же понимаете да что я вот там в тот момент там сколько там за сидели почти 4 часа дальше то что мы с ним там один на один там жизнь провели поэтому эта оценка была его вот как руководителя на вот в тот момент как руководитель он провел себя конечно хорошо но вот сразу же то что вот это то что он буквально через две недели после этого взял свои слова назад мое слово хочу дал хочу взял пообещал что 500 дней будет реализовано после чего без объяснений к без каких-либо объяснений просто отказался от этого слова конечно там его такой политический авторитет в моих глазах сильно подорвало и веру в него как в лидером несколько на самом деле мне в тот момент стало понятно что вот политически он слабый лидер 80-го года когда борис галыч стал тоже таким абсолютно нетрадиционным там коммунистическим руководителем на когда он и выступление там на пленами цико и там его деятельность в качестве первых сценария московского горкома очень понятно было что человек неординарный что он готов идти поперек системы против системы конечно там симпатии были на его стороне вот но вместе с тем я уже говорил да что там у меня в голове конструкция была что сохранение советского союза это благо для всех для всех республик и что плата за развал советского союза она оказалась слишком высокой да и скажем там деятельность бориса николаевича в этой части там в экономического развала ссср на самом деле приближение утягощение вот экономических событий девяносто первого года ну я скажу так то что там простить не могу но она точно было на его совесть я думаю что это делалось намеренно я не думаю что кто-то в окружении бориса николаевича мог назвать ему цену того что он делает просто в тот момент вокруг него сформировалась команда людей которая не обладала там должной необходимой экономической квалификации ну начиная с силаева который который был председателем совета министров да уже в там в советском проекте занимался вопросом машиностроения был хорошим специалистом в области машиностроения но абсолютно никаким человеком в вопросах макроэкономики там были фельдшинг там был ярошенко но для люди которые определяли там был кулик который за сельское хозяйство отвечал на принять я в первую половину 92 года работал в банке финляндии там был такой этот как визит эндрисе чудо исследователь приглашенный и у меня было время чтобы проанализировать то что произошло и я не знаю где лали кто-то еще я восстановил бюджет советского союза за 91 год консолидированный бюджетом используя там всю информацию которым не было у меня получилось так что консолидированный дефицит бюджета советского союза равнялся 50 процентам ввп а это экономическая катастрофа вот вот когда бюджет дефицит бюджета на когда он финансируется исключительно за счет денежной эмиссии эта катастрофа это вот собственно это то что мы с вами как граждане заплатили то есть там взлет цен в начале 92 года там не за этом в десятки и сотни раз и уже не случайно был просто девяносто первом году государство но по большому счету исчезло а ведь это это миф то что там советский союз исчез там не знаю что америка его разрушила кто-то заговор да ничего подобного просто госу там вот перевод августовский путь но он просто окончательно уничтожил все государственные структуры советского союза после августовского пуча девяносто первого года у советского союза не было правительства парламентом верховный совет разошелся сказал что выполнил свою функцию больше ничего делать не будет до советской союзные министерства прекратили работу да вот у государства не было никаких органов власти и вот в то время там российская федерация при том что борис никого еще там больше года был президентом представитель верховного совета в июне девяносто первого стал президентом российские органы власти были не готовы выполнять всю функцию в власти государства с было период вот мы знаем там савхан с конца 21 там до реальна наверное через капюre конца декабря 21 когда государство не было в нашей территории вообще никто не было государственных институтов а не было единого правительство потому что такое государство Единое правительство, парламент, какие-то министерства, которые что-то делают. Ничего этого не было. А на самом деле экономических министерств, начиная с Центрального банка, Министерства финансов, Минэкономики или Госплана, их не было в 1991 году вообще. Потому что были отдельно советские, отдельно российские. И каждая принимала взаимопротиводящие решения, которые в конечном итоге не реализовывались. Поэтому 1991 год — это год отсутствия государства. То есть Советский Союз уже сначала исчезла экономическая часть, потом исчезла после путча политическая часть государства. А Российская Федерация как государство еще не возникла. Первая встреча состоялась, я думаю, что... Ну что-нибудь, наверное, май, может быть, июнь 1990 года. Я тогда работал в комиссии Абалкина и занимался вопросами налогового законодательства. И я пошел... Меня отправили на какие-то парламентские слушания. И вот там как-то в фойе, там что-то я наступал, общался с этими, с участниками. В этот момент к нам подошел Борис Николаевич и что-то стал прислушиваться. Я ему пришел как чуть-чуть сзади, я его не сразу заметил. Я только смотрю, как люди как-то так напряглись. Смотрят уже, разговаривают со мной, а смотрят мимо. Ну вот я с ним повернулся, он стоит, поговорили, немножко познакомились. И вот это была первая встреча. Я не могу сказать, что я с ним встречался очень много. И мое впечатление, ну скажем, и о нем, и о том же самом Михаиле Сергеевича, и о Черномырдине, оно же формировалось не только на основании личных встреч, оно же формировалось на основании того, что он делал. Ну я настолько вовлечен в этот процесс, или участником этого процесса, или внимательным наблюдателем, или аналитиком. Поэтому мое впечатление о таких людях, оно все-таки формируется гораздо... Оно более широкое, чем некое личное впечатление. Да? Вот слово упущенное, но не совсем правильное, да? Потому что, опять вот, ну, вы не можете развернуть историю, да? И там, условно говоря, мы понимаем, что там коллапс Советского Союза уже был предопределен. То есть он, ну, экономически, в моем понимании, был предопределен там отказом Горбачева реализовывать программу «500 дней». Я не знаю, что было бы с Советским Союзом, если бы была реализована программа «500 дней». Да? Возможно, Советский Союз тоже бы исчез. Может быть, он исчез бы точно так же. Но, по крайней мере, в тот момент казалось, что это, ну, экономически точно пришлось бы платить меньше за последствия. Да? Вот 91-й год, он повысил цену экономической катастрофы в разы. Да? То есть вот если бы то же самое было сделано на год раньше, то переход был бы гораздо менее болезненным для всего населения, да? Для экономики. Честно, был на Черном море с семьей в Мисхоре. И единственное, что могу там о себе как это сказать, да, что в первый же день, 19 августа, пошел на ближайшее почтовое отделение и написал там «Москва, Кремль» главному. Вы разваливаете страну, идиоты. Он подписался и отправил. Я говорю, ну, как можно описать свои ощущения от понимания того, что тебя окунули в бочку с дерьмом? Ну, так. Да, когда тебе казалось, что вот оно, ну, вроде как это, идешь в цветник, да, благолухающий розами, тут тебя берут и в бочку с дерьмом. Какие ощущения? Ну, такие. Спасибо. Продолжение следует...